Духовное единство России – послание миру. В современных условиях гибридной войны против нашего государства, в условиях попытки его раскачать, запугать наших граждан, выбить почву из-под ног, так важно всем нам помнить и точно знать, кто мы, откуда и в чем наша сила. Это касается и ситуации в Курской области, Белгородчине, новых территориях. Это касается и того глумления, по-другому не сказать, над основами духовной жизни миллионов людей по всему миру, попирание духовных ценностей, которые мы наблюдали на открытии и закрытии Олимпиады. И мы видим, каким может быть агрессивным и быстро нарастающим наступление на наши чувства, ментальность и в результате на базовые общечеловеческие ценности. Наша сила, как говорил герой Сергей Бодрова, в правде. В правде, которую мы бережно храним, как самые ценные сокровища, как основу мира, восстанавливая и воплощая в живую материю традиции своего народа, передавая их дальше во времени. В Древнем Болгаре, в священном месте, сегодня завершился большой фестиваль «Духовное единство России. Послание миру». Проходит он по инициативе первого президента Татарстана, государственного советника Ментемера Шаймиева. В этом же году фестиваль объединил два главных центра воплощения единства нашего многонационального народа. Свияжск, там он стартовал в конце июля, и Болгар, где фонд возрождения в эти дни реализовал одну из главных задач – показать и себе, и другим, насколько мы сильны в своей правде, идущей от традиции. Татьяна Тимошенко, «Оссилие послания миру». Ветер перебирает лепестки Бармчаймса, потомка древнего ветряного колокольчика. Древний Болгар с утра наполняется, как и сотни лет назад, голосами разворачивается торговля. Максим из Казани, в школьной жизни увлекающийся радиотехникой, всё пересчитывает нити, плетёт вологодское кружево. Ремесленник, начинающий, с малым пока опытом, но с большими планами. Я видела, что у меня там на кухне мама что-то делает, вяжет. А это, оказывается, плетение на коклюшках. Это вологодское кружево. Почему ты увлекся? Мне нужно заработать на дом. Я сама потомственная кружевница с Вологды, и у нас из поколения в поколение это всё передавалось. Естественно, хочется все вот эти тонкости кому-то передать, чтобы оно дальше шло и развивалось. Раушанья – это тёзка России. Персидское имя Раушанья – владыка солнечных лучей. Лучистая, светлая, яркая. Раушанья Габидулина – одна из основательниц частного музея, мастерской «Зочи» в селе Менгер. Проводит мастер-класс по Олепке. Уже само название «Менгерская глина» как будто окутана легендами. Её музей в Сабинском районе не только ремесленный, но ещё и мастерское слово. Это «Саба» называется. Это вот копия, точная копия, осколка, герба Сабийского государства. В Аравии было Сабийское государство 6 тысяч лет тому назад. И этот круговорот идей людей, а символ фестиваля в этом году – калейдоскоп, который, как ни крути, будет ярким, плетётся свой замысловатый узор через взгляд и руки художников. Так «Менгерская глина» в точности повторяет керамику древних сарматов. Сегодня татарский орнамент 100% совпадает с сарматским орнаментом. Вот это нас, конечно, тронуло, и мы этим и занимаемся. И посуда сарматская, вот, например, вот это «Маяк». «Маяк» – это по-татарски «Мой», «Солоп», «Як». И когда вот я увидела этого оленяя в книге по истории, я была просто приятно удивлена, была в шоке, потому что на рогах увидела арабскую вязь. Её там, в принципе, быть не может, потому что, ну, понятно, да, это до нашей эры там, а в Коране есть аят. «Ля юкеллифу ллаху нафсен и ля усаха». То есть Аллах, Бог, Господь не даёт ношу, которую ты не в силах поднять. То есть каждому только то, что ему по силам, что ему по плечам. И этот аят вписался в его рога. «Ля юкеллифу Аллаху нафсен и ля усаха». Выставка арабографической каллиграфии, сплетение смыслов их прочтения, классических написаний, которые воспринимаются как ультрасовременные. Государственный советник Республики Татарстан останавливается у сарматского оленя, задаёт уточняющие вопросы. Каждый раз встреча Митимира Шаймиева с художниками – это очень долгий и вдумчивый разговор. Сегодня столько ложных тезисов, столько ложных слоганов в мире, столько лжи, что вот хочется всё-таки обратить людей к их корням, к тому, что неизменно. Понимаете, я очень часто говорю эту ассоциацию, что если любой цветок, любое растение без корней, это будет как орёла дуванчика, разлетелось и ничего не осталось. Но если есть корни, он всегда даст новый росток. Здесь рождаются смыслы, вынашиваются и воплощаются. Большой фестиваль болгарах, проходящий по инициативе Фонда Возрождения, где главный вдохновитель и двигатель, государственный советник Татарстана Митимир Шаймиев, в этом году проходит под названием «Духовное единство России. Послание миру». Но стартовал он гораздо раньше в Свияжске, где собрал 12 хоров из России и Сербии, исполняющих церковные песнопения, фолклористов, ремесленников, искусствоведов, хранящих, создающих и умеющих читать те образы в искусстве, которые веками формировали душу народа. Два центра – Болгар и Свияжск, возрожденные из руин благодаря инициативе Шаймиева, поддержке республики, меценатов, живут и ждут гостей со всех уголков мира. И этот поток только увеличивается так. Болгар – священное для мусульман место, точка, где был принят ислам на территории нашей страны. В 2010-м посетили 50 тысяч человек, а в прошлом – 16 раз больше – 800 тысяч. Самое главное – идти дальше по пути сохранения и приумножения нашего культурного достояния. Сейчас мы находимся на самом важном отрезке этого большого пути. Восстановив исторические памятники, то есть материальные наследия, мы переходим к возрождению нематериального культурного наследия наших традиций, обычаях. Один из центров древнего Болгара. Черная палата оживает и в прямом смысле заполняется людьми. Она стала историческими декорациями к опере, которая рассказывает о событиях, происходивших именно здесь, несколько сотен лет назад. Кара Пулат. Опера проходит свой путь испытания временем и любовью, но уже стала визитной карточкой Болгар. В первую очередь человеческие судьбы, судьба государства есть. Ну, то есть там на разные, я же говорю, кому что интересно, кому что ближе в данный момент. Кто-то беспокоится об отечестве, у кого-то личные проблемы, личная любовь. Ну, то есть на первый план выходит в данный момент. А опера отвечает на эти вопросы, и поэтому она и трогает, наверное, каждого по-своему. Это центральный элемент, мне кажется, вокруг которого фестиваль каждый год какие-то новыми гранями переливается. И мне кажется, это здорово. Здорово, потому что вообще тема традиций, тема культуры, тема искусства – это же огромный необхватный мир. Тема цветка прекрасной дочери хана, которую враги грозят вырвать с корнем, звучит со сцены. Тема любви, мужества, родины. Постановка ее здесь, на исторической сцене, также принадлежит Шаймиеву. А кто, как не он, знает, о чем надо говорить, в том числе и с миром? Ведь это он в 2006-м создавал группу стратегического видения «Россия – исламский мир». В Казани пройдет саммит глав стран БРИКС. Наш фестиваль, в котором участвуют представители десяти регионов страны, проходит накануне этого исторического события, где главы государства будут обсуждать направление сотрудничества в разных сферах, в том числе и в сфере культуры. Поэтому наш фестиваль задуман нами, как послание миру, главам государствам и их народам, о том, что в условиях современных реалий крайне важно сосредоточиться на общих для всего человечества духовных ценностях, найти точки соприкосновения, развивать и укреплять их. Духовное единство России – послание миру. Через утверждение легенд, художественные образы, через общение и понимание друг друга – без слов. Фестиваль будет продолжен, возможно, под новым названием, но все с теми же вечными для каждого человека и человечества смыслами. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, 7 дней.